Всем привет, добро пожаловать на мой канал. У меня сейчас утро, ну как утро, время где-то часов 12 дня, но я сегодня довольно рано встала, я уже успела прибраться во всей квартире, и мой утренний влог начинается уже по традиции практически с заваривания чая. Я сегодня пью обычный, вот такой вот обычный липтон, сейчас выдавлю туда немножко лимона и буду вам рассказывать дальше, что хотела. Вот, а что я рассказать вам хотела, собственно, это вы у меня часто спрашивали, ну когда я написала вконтакте, что у меня в последнее время очень хорошо растут ногти, я, кстати, их состригла все практически, и потому что они меня когда-то расставят, начинают заворачиваться в трубочку, мне это не очень нравится. Но я подозреваю, что у меня растения начали вот от таких витаминок. Я их каждое утро пью, раньше я какую-то одну только пила, по-моему, для энергии, сейчас вот еще синие для поддержания иммунной системы. И у меня действительно начали очень хорошо расти ногти, я, конечно, не гарантирую, что вам тоже это подойдет, но, в общем, я начала пить витамины, раньше вообще не верила в их действия, и вот. Вот. Еще я ем фрукты, в основном я стараюсь есть побольше гранатов, только, ну, в них действительно очень-очень много витаминов содержится, они очень вкусные, я их обожаю. Только, пожалуйста, снимайте всю светлую одежду, ни в коем случае не ешьте их на белом диване, как я это делаю, потому что потом это вообще невозможно стирать никак, и каждый раз я думаю, зачем я полезла на белый диван с гранатом. Вот. Еще вы очень часто у меня спрашивали, что мне подарили на Рождество, на Новый год. Целое отдельное видео я этому посвящать не хотела, но раз уж спрашивают, естественно, мне очень приятно похвастаться. Вот. Это мне подарил Дед Мороз, он же муж, на Новый год. У меня уже была раньше книжка Kindle, сейчас это новая модель, которая с подсветкой. Единственное, что я не слишком яркую включила, потому что я в основном все-таки днем читаю. И это, да, я не помню, как называется модель, я, наверное, под видео напишу. Ну, в общем, да, это который White Paper, по-моему, или Paper White, как-то так он называется. Он черный, он чуть-чуть побольше, чем мой предыдущий, у него вообще нет никаких кнопок. Здесь у меня несколько было на прошлом моем Kindle. Но он подсвечивается экран, у него довольно ярко, на самом деле, можно настроить. И очень круто, можно читать в темноте. И теперь у меня такой рифленый чехол, на нем не будет видно царапок, потому что у меня ключи или ногти вот такие вот. Ну, проведешь полоску, и оставались следы, в общем, на Kindle мне это не очень нравилось. И на Рождество мне муж подарил вот такой вот лаптоп. Что-то темно стало как-то. Вот, и я его теперь таскаю с собой по всей квартире, смотрю видео. И на нем вот такой вот чехол еще. В общем, такой замызганный, правда, уже. Вот, ну, короче, да, я обожаю этот лаптоп. Он супер маленький, он вообще практически как книжка. А, и еще, кстати, скоро ко мне придет заказ с одного китайского сайта. Что-то опять темно. Не знаю, что сделать. В общем, ко мне придет заказ с одного китайского сайта. Супер дешевые покупки, дешевые кисти. Постараюсь сделать для вас обзор. Я уже пообещала девчонкам ВКонтакте, и вот тоже вам говорю. И, кстати, до этого пришел заказ Tiny Deal. Тоже дешевый такой сайт. И я хотела показать вам по классу, потому что супер классный нож. Девчонки, которые, ну, кто постарше, кто хозяйки дома. Обратите внимание на керамические ножи, потому что это супер классная вещь. У меня до этого были вот такие вот эти ножики из Икеи. Блин, где же? Вот он там вот является. Но их постоянно надо точить. Вот это вот вообще точить не надо. Он супер острый, супер классно режет. Единственное, что мне не очень нравится, он такой довольно толстый. Но муж мне объяснил, что дело в том, что там внутри все-таки для... В прочности содержится, ну, то есть обычная, как бы, пластинка стали или я не знаю, чего еще. В общем, он керамический, его лучше не ронять, потому что у меня раньше были такие... И у меня откололся носик, когда я его уронила. Но он очень-очень острый, с ним надо быть очень осторожным, но при этом, не знаю, супер классный. Стоил всего 15 баксов на Тайне Диле. Еще я там разошлась, накупила всякой ерунды. Вот такая вот штука для того, чтобы брить свитера. То есть вот эти вот карточки, которые образовываются, по идее, вот эта вот штука должна снимать и собирать их вот сюда. То есть она как-то включается. И, честно говоря, я ее еще не пользовалась. Надо потестить, потому что я давно хотела, у моей подружки была подобная, и она сказала, что это очень-очень клевая штука. Вот. И пойдемте еще в комнату сейчас. Я такая молодец, я прибралась. Я не знаю, похвасталась уже или нет. Это у меня стоит, что мне надо сегодня отнести, на почту отправить. Мужу подарила подарок на Рождество, а прислали не ту штуку. Я это обнаружила только, когда мы начали подарок распаковывать. Господи, это где же передняя сторона? Короче, прислали не ту, и нужную выслали через два дня, а вот это надо отправить обратно. Тут мои штаны из ромби, которые мне не подошли по размеру, я их отправляю назад. Да, оформила возврат, все там как бы не проблема, главное отправить. Вот, а что хотела вам еще показать? Тоже из китайского сайта. Пум-пум-пум-пум, где же она у меня тут? А, вот. Смотрите, какие крутые часы. Они, конечно, тешевенькие такие, но они, по-моему, супер веселые. Даже мой муж, который вообще не очень ценит всякую такую дешевую бижутерию, он даже порадовался и сказал, что реально классно. По-моему, действительно супер с каким-то черным свитером. Да, с чем угодно, не знаю. В общем, такие котятки. И что еще у меня тут было интересненького? На самом деле я много заказывала. А, с Алиэкспресса я заказала вот такие вот. Классаточки очередные. Я вам уже показывала, что мне очень нравились. Это набор был такой кулончик. И еще серьги есть, но я думаю, что их одновременно носить как-то не очень будет классно. И вот такие вот тоже серьги. Это такие а-ля Сваровские. На самом деле сделано очень классно, потому что у меня... Это я уже показывала вам. Вот тоже еще один кулон. Они стоят каких-то копеек. Вот это, кстати, тоже с Танидио было. Тоже пару баксов или полтора доллара, как-то так. В общем, на самом деле у меня есть настоящий Сваровский. А, вот тоже, кстати, оттуда уже дешевые серьги. Короче, я сравнивала. Конечно, есть разница в качестве, но я не могу сказать, что она настолько ощутимая, чтобы... Не знаю, мне кажется, если не трогать, если близко-близко не присматриваться, то ничего, разницы не заметите. А еще вот у меня новый браслет. Я не показывала его еще. Я накупила себе больше бусинок вот именно таких, которые металлические. Вот эту я у Ани слезала, абсолютно честно. Вот. И мне стало больше нравится носить именно вот такие штуки. Раньше я предпочитала такие бусинки, которые с муранским стеклом. А вот сейчас от этих я просто обалдею. Не знаю, надеюсь, вам довольно хорошо видно. А, и, кстати, вот замочек такой взяла. Поэтому у меня здесь не одета сейчас цепочка, которая раньше была. Я особенно обалдею от этой божьей коровки. Вот эта вот штучка суперкрасивая. Ну, конечно, вот... А, я не знаю, мне все они нравятся. Вот это тоже классно. Я не знаю, насколько вам видно сейчас будет. Но так здорово сделано. Короче, да, да. Вот, и последнее, что хотела вам показать, тоже с дешевого сайта. Не помню, с какого. Так, по-моему, здесь у меня. Нет, не здесь. Я накупила опять чехлов. У меня же новый телефон, поэтому... Так, это... Это просто прозрачный чехол. У меня же новые айфоны, поэтому... Поэтому старые мои чехлы не подходят. Я их отдала часть подружке, часть Ане. В общем, вот такую вот поросенка я себе купила. Вот такую поросенка. Что у меня с русским языком? В общем, вот такого вот поросеночка я себе купила. Собственно, да. Здесь спереди ничего не будет мешать. Вот у ушки торчат и корона. Он очень веселый, но я как-то пока не совсем уверена. Мне кажется, я его зря взяла. Он какой-то слишком веселый. Вот этот чехол я таскала уже с удовольствием какое-то время. Не знаю, наверное, будет даже видно, что он чуть-чуть подзамызганный. Но мне он очень понравился, потому что у меня черный раньше такой был для четвертого айфона. И он... Короче, вот эти уши были очень тяжелые. Они назад оттягивали вот это вот место. А этот очень плотно, хорошо сидит на телефоне. Мне очень нравится. Там обычный матовый чехол. Ну, аналогичный, как вот этот вот. И вот этот вот чехольчик для телефона мне связала моя подружка, прислала из Эстонии вместе с Аней. И я не знаю, я в диком восторге от него для зимы. Такой тепленький айфончик. Тепленький айфончик. Чехольчик тепленький. И еще покажу вам. Недавно мне пришла вот такая вот новая сумочка. Этих тыщить бы ее. Вот у меня была старая вот эта вот Hold Me Back. И теперь вот такая вот малютка. Супер красивая, по-моему, такая... Ну, я не знаю, она супер классная. Я ее обожаю. Мне вот эта вот старая нравилась. А вот эта нравится, наверное, еще больше. Потому что она отлично подойдет для таких вот коротких поездок куда-нибудь на неделю. Я теперь стараюсь не набирать с собой кучу всего, всякой ерунды. В общем, я собираюсь сделать в ближайшее время. Девочки, я не обещаю, что в ближайшее время это в ближайшие 2-3 дня. Но, тем не менее, постараюсь снять видео, чтобы я взяла с собой в короткую поездку. Вот. А, и сейчас вот на вот этом вот телефоне, на нем уже одет, чехольчик. Не знаю, не могу сейчас показать вам, как он выглядит. Потому что, собственно, на нем, наверное, вставлю картинку в видео и покажу. Ладно, все, собственно, я иду обратно на кухню. И буду дальше пить свой чай, потому что он, наверное, уже окончательно заварился. Надеюсь, вам было интересно, потому что видео такая, в принципе, ерунда. Да, в основном. О, кстати, забыла показать. Сейчас пока стою. Увидела нож и вспомнила. Так, сейчас. Я вытаскиваю просто шарф. У меня, кстати, шарфы висят вот на такой штуке. Купила себе вот такую вот вешалку. По-моему, вообще очень-очень-очень удобно. Вот она вот так выглядит. И я просто пыталась снять его. Вот такой вот шарф купила тоже на Тайни Диле. И он очень-очень тонкий. Ну, практически как в Марле. Я не знаю, насколько вам будет это заметно, потому что снимаю на телефон, опять же. Но мне очень понравилась расцветка. Он тоже каких-то копеек совершенно стоил. И я с удовольствием его буду носить. И если уж зашла речь про шарфы, то еще один мой подарок на Новый год был вот такой вот шарф. Платок даже, точнее. Я так понимаю, как они называются, я забыла. Честно, просто были тело из головы, забыла, как называется. В общем, это мне подружка подарила. Она сама москвичка. Ей привезли его специально в подарок для меня на Новый год из Москвы. Блин, как же они называются, эти шарфы, платки? Ай, ладно, напишите мне, в общем, под видео, в комментариях. А то, честно говоря, слово просто вылетело из головы. Но я этот платок обожаю. Я его ношу в последнее время поверх пальто и чувствую себя суперсчастливой. Вот. В общем, запихала его наверх туда. Закрываем шкаф. И вот теперь точно иду пить чай на кухню. Желаю всем хорошего дня. Спасибо за то, что смотрели это дурацкое видео. Вот. И да, до встречи в следующих видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова